Состоялась научная конференция, посвященная 220-летию Курмагазы Сахарбайулы. Заседание было проведено в целях изучения и популяризации истории жизни творческого наследия великого деятеля казахского кюя, историка этнографических и археологических исследований западного региона XIX-XX веков, широко раскрытия разночения характера, истории и традиций певческого искусства. В официальном собрании приняли участие потомки кюйши, проживающие в Астраханской области России, профессора, доктора исторических наук. Подробнее в следующем сюжете. Новые данные о Курмагазе Сахарбайул появляются все чаще. До сих пор год рождения великого кюйши обсуждался многими, но на очередном собрании эта дата была официально уточнена. По словам ученых, кюйши родился в 1823 году. Вниманию гостей конференции была представлена выставка из фонда областного историко-краеведческого музея на тему «История и культура отрав в XIX-XX веках», на которой были представлены работы местных художников, исследования, касающиеся жизни и творчества великого кюйши, а также фотографии его потомков. На самом деле меня зовут Курман Газиева Алма Тулегеновна. Я третье поколение дедушки Курман Газы. У него было два сына и две дочери – Кыбаш Кази Зине. Имя его четвертого ребенка я не знаю. Мой отец Тулеген – сын Кыбаша. Спасибо всем, кто посетил конференцию. На пленарном заседании были зачитаны доклады на такие темы, как «История Курман Газы Сахарбаила», «Которую мы не знаем», «Великая личность казахского кюя», «История происхождения кюя в Курман Газы Алатау и Тури Мрат». Про Курман Газы можно говорить вечно. Изучили ли мы Курман Газа полностью? Конечно же нет. В дальнейшем нас ждет много работы. В частности, есть идея открыть отделение Курман Газа Тану в консерватории имени Курман Газы, а в Атрау создать молодежный оркестр имени Курман Газы. В завершение конференции участникам были вручные сертификаты. Материалы каждого докладчика будут изданы в виде сборника и распространены среди участников республиканского уровня. Нужу жаслов для Кабухумара Фальшер Тулеген, телеканал Атрау. Продолжение следует...